При исполнении барре главное прилагать минимальные усилия и только там, где нужно. В действиях пальца участвуют три группы мышц, сгибателей и разгибателей. Первая группа прикрепляется сюда, действует так. Вторая прикрепляется сюда, действует так. И третья прикрепляется к кончику пальца, действует так. Важное замечание. Если разгибатели растянуты, то они, сопротивляясь перерастяжению, будут мешать сгибателям. Таких положений лучше избегать. Перерастянутые разгибатели мешают сжать руку в кулак. Здесь, в запястьном суставе, должно быть прямо. При освоении барре начинать надо с самых легких вариантов. Развивать надо управляемость, а сила разовьется сама собой. Кстати, силы много не надо. Примерно столько, чтобы поднять вилку из нержавейки. Вот так. Примерно. Прижимать барре с таким усилием, как я сейчас сжимаю вилку. Или меньше усилия. Самая легкая барре на две струны. Делаем так. Здесь прямо. Здесь тоже прямо. Здесь согнутый под прямым углом. Последний сустав играет. Усилие минимально необходимое. Делаем так. Ну, очень легко. Аналогично на три струны. Здесь прямо. Здесь тоже прямо. Здесь под прямым углом. Здесь играет. Последнюю фалангу укладываем на струны. И прижимаем. Легонько. Звучит так. Барре на четыре струны встречается реже. Чаще в таком аккорде. И здесь барре прижимают три струны. Но начиная с четвертой. Первая струна не дожата. И прижимается третьим пальцем. Вот пример барре на пять струн. В нем прижимается только пятая. И первая струна. Остальные не дожаты. Они прижимаются другими пальцами. И главное, внимание, это уделить внимание именно им. А барре прижимать так. Походя. То же самое на шесть струн. Желаю успеха. Редактор субтитров. Продолжение следует...